МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Китайская шкатулка". Совместный проект общественного телевидения Приморья и медиакорпорации Китая CGTN. А в этом выпуске Китай тонет. В центральной части Китая из-за непрекращающихся дождей и ливней продолжается сильнейшее наводнение. На пресноводном озере Ду-Тин-Ху прорвало дамбу, водой затоплены десятки деревень и эвакуированы тысячи жителей. Защита от летнего зноя. Несмотря на сезон дождей, в Шанхае фиксируют рост продаж кондиционеров, вентиляторов и солнцезащитных товаров. Телевидение как искусство. На 29-м Шанхайском телевизионном фестивале вручили премии Магнулия. Серьезные аварийно-спасательные работы целую неделю велись после прорыва дамбы на втором по величине пресноводном озере Китая Ду-Тин-Ху в провинции Хунань. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Каннэр, на место происшествия направили более 800 человек из национального пожарно-спасательного отряда Китая. В ликвидации задействовали 146 транспортных средств и 82 лодки. Из города Чанша, административного центра провинции, переброшены 50 спасателей, 30 комплектов оборудования и спасательная команда инженерно-гидрологической службы. Из зоны затопления, а это около 50 квадратных километров, в районе деревни Туаньбэй эвакуированы 500 человек. С 16 июня на провинцию Хунань обрушились сильнейшие в этом году дожди. Уровень осадков в некоторых частях провинции побил все исторические рекорды. Противопаводковые работы ведутся и в городе Цзюцзян, юго-восточной провинции Цзянси. Туда прибыл премьер-министр Китая Лей Цян, который посетил местную гидрологическую станцию, а также оценил противооползневые меры в пригородном поселке Байлу. Четырехмиллионный Цзюцзян находится на южном берегу реки Янзы, недалеко от крупнейшего в Китае пресноводного озера Поянху. За последние две недели там выпала двойная норма осадков. Водоемы вышли из берегов. Паводок затопил некоторые районы города. Глава правительства распорядился усилить координацию между ведомствами для ликвидации последствий наводнения, обеспечения безопасности и базовых нужд пострадавших жителей. Из зоны бедствия вблизи деревни Туанбэй эвакуированы свыше 5700 местных жителей. Сообщения о пострадавших или оказавшихся в ловушке не поступало. Местные власти перебросили свыше 3000 человек и более 160 катеров для проведения аварийно-спасательной операции. Государственный штаб по борьбе с наводнениями, засухой и Министерство по чрезвычайным ситуациям направили на место свои рабочие группы. Девяти пострадавшим от наводнения провинциям и муниципалитетам Китая, включая Хунань, в качестве гуманитарной помощи выделено около 500 миллионов юаней или около 6 миллиардов рублей. В основном я отвечаю за управление и координацию транспортных средств и персонала. Это очень сложно, потому что дорога очень узкая. Для координации нужно много людей. Мы установили 8 контрольно-пропускных пунктов. Нас, контролирующих транспортный поток и предотвращающих заторы, 8 человек. Мы сообщаем водителям, когда останавливаться и когда двигаться. Я не спал почти всю ночь. В пострадавшем от наводнения уезде Хуа-Жун, провинции Хунань, организованы 4 пункта временного размещения. Эвакуированных обеспечивают продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости. Нас разместили в этой школе и обеспечили едой. Пока мы чувствуем себя хорошо. Они приехали и привезли нам воду, лапшу быстрого приготовления и полотенца. Всё хорошо. Я много раз говорила сыну возвращаться домой. Но он не соглашается. Настаивает на том, чтобы оставаться рядом со мной и помогать, чем может. Я помогаю раздавать помощь. Очень рад, что могу сделать хоть что-то для этих людей, чьи дома затопило. Спустя 10 дней после начала потопа дамбу на озере Ду-Тин-Ху всё-таки смогли восстановить. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с наводнениями и засухой. Сейчас нужно откачать скопившуюся воду, объём которой составляет около 200 миллионов кубометров, а также поднять дамбу на 2 метра, расширить и выровнять её. Дренажное оборудование по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям свозят из окрестных районов. При восстановлении дамбы используют самые современные технологии. Мы очень рады, что заделали эту брешь и очень гордимся тем, что нам удалось преодолеть все трудности и справиться с этой задачей. Мы использовали технологии искусственного интеллекта, чтобы получить данные о скорости водного потока в момент прорыва дамбы и направления движения воды. Мы также создали модель, которая помогла разделить территорию на зоны с разным уровнем риска и получить данные о новых возможных прорывах. Мы задействовали спутники и радары для мониторинга за ситуацией. Это очень помогло в проведении работ в сложных условиях. При сильном ветре, особенно... Продолжение следует...